Глава 14 Несмотря на огромные потери, налет бомбардировщиков был успешным. Много бомб попало в Королевский дворец, когда там заседал Королевский совет. Это было последнее заседание перед эвакуацией. Кроме многих сановников под бомбами дворца, также были погребены сам король Шоф, его сын, два младших брата и королева. Кроме дяди Шофа, который 20 лет провел в сумасшедшем доме, вся королевская семья была уничтожена. И в суматохе, которая вызвала сообщение об гибели, управление Бладландией взял на себя молодой генерал по имени Эрик Пинета, внебрачный сын сумасшедшего дяди Шофа. Он приказал отступать на новые линии укреплений северные столицы и отдал распоряжение об отмене рабства, не из гуманных соображений, а потому что назревало восстание рабов. Знать его сразу не взлюбило. И Пиниту могли спасти только дальнейшие шаги в этом направлении. Он освободил крепостных крестьян и мелких независимых арендаторов. Ликвидировал воздушные подати и обещал после сгнания врагов предоставить населению больше свобод. Ему удалось заручиться поддержкой масс и укрепить свое правление. Тухокс на свой страх и риск стал демонтировать авиазавод и переправлять его на север. Сам он оставался в Баму, пока не был демонтирован последний станок и вместе с Хвазиндом покинул полуразрушенный город. Он протиснулся в маленькое купе в поезде беженцев, в котором ему было оставлено место. В купе сидел мужчина в форме полковника. Когда Тухокс вошел, полковник встал, отдал честь и, к удивлению Тухокса, протянул ему руку. «Я лорд Хампри Джилберт», – представился он. «Судьба исполнила мое желание. Я уже давно хотел познакомиться с вами». Джилберт был небольшим коренастым мужчиной, лет пятидесяти, с седыми волосами и с кустистыми черными бровями, с широким лицом и двойным подбородком. Он заговорил с Тухоксом, словно тот был его старым знакомым. Тухоксу понравился этот человек, который говорил так открыто и непринужденно. Как он убедился, Джилберт действительно уже давно знал о нем и собирал у Тухокса все сведения, которые только мог получить. «Я унаследовал свой титул от отца», – сказал Джилберт. «Он принадлежал к очень богатой купеческой семье. Ее торговые корабли побывали во всех портах земли. Теперь я потерял все свои земли и большую часть кораблей. Ну а рассказал я вам все это для того, чтобы вы ознакомились с моим родом». А он происходит от предка, который прибыл в Бадланди в 560 году. Тухокс перевел это в привычное летоисчисление, и у него получился 1583 год новой эры. «Мой предок, его тоже звали Хэмфри Джилберт, прибыл не с европейского материка. Он прибыл из Западного океана на корабле, которого здесь до сих пор не видел еще ни один человек». На лице Джилберта появилось выражение разочарования, когда Тухокс проявил к этой истории только вежливый интерес. Он сказал, «Мне ясно, что исчезновение моего предка не оставило никаких следов в истории вашего мира. Все же, может быть, он был известным человеком, но здесь это не важно. Хэмфри Джилберт был англичанином, он был одним из капитанов тех легендарных кораблей, которые совершали регулярные рейсы в Америку». «Откуда вам все это известно? Я имею в виду об англичанах и американцах?» – спросил Тухокс. Джилберт поднял свою пухлую руку. «Терпение. Я сейчас объясню. Джилберт плыл в сопровождении другого корабля, но во время последнего рейса они попали в шторм и их разбросало в разные стороны. Когда шторм утих, Джилберт нигде не смог отыскать другой корабль и в одиночку вернулся в Англию. Или в то, что он считал Англией. Когда он достиг Бристоля, здесь он называется Энт, его и весь экипаж сочли сумасшедшими. Что произошло? Народ здесь до некоторой степени был похож на англичан, но говорил на языке, имеющем только отдаленное сходство с английским. Здесь все было незнакомым. Где же они оказались? В адвансе заперли весь экипаж в дом для душевнобольных. Некоторые из моряков там действительно сошли с ума. Ничего странного. Но мой предок, должно быть, был весьма приспосабливающимся человеком. Ему, наконец, удалось убедить начальство сумасшедшего дома в своей безвредности. После своего освобождения он стал снова моряком. А потом и капитаном одного из кораблей. Он занимался работорговлей и доставлял из Африки рабов-негров. Африка тогда была только открыта. Скоро он стал богатым, женился и умер богатым и уважаемым человеком. Он был достаточно разумен, чтобы не отстаивать правдивость своей истории, которую всем сначала рассказывал, когда прибыл сюда. И, как мне кажется, больше никогда не упоминал о ней. Но он записал все, что с ним произошло, дополнив эту историю описаниями своего родного мира и назвал этот труд «Путешествие сквозь врата моря из слоновой кости». Со времени его смерти рукопись эта хранилась в семейной библиотеке. Почти никто из его потомков ее не читал. А те, которые ее читали, считали своего прародителя человеком с буйной фантазией. Сделав паузу, Джилберт продолжил. «Я же никогда так не думал. В его истории много деталей, которые я никогда бы не смог придумать. Он пытался нарисовать карту своей земли. Он составил сравнительный словарь ладландского и английского языков. Во всей рукописи около пяти тысяч страниц. Я был зачарован. Ее изучение стало моим коньком. Я исследовал истории и легенды о других странных появлениях и пришел к выводу, что существует какая-то другая земля. И что время от времени люди каким-то образом переходят с одной земли на другую. Вы уверены, что никогда не слышали о моряке по имени Хэмфри Джилберт?» Тухокс покачал головой. «Если я когда-нибудь и читал о нем, то совершенно забыл. Я многосторонний читатель, который пасется на всех полях. Может быть, он один из многих, кого считает погибшим, жертвой штормов и океана?» «Это, конечно, понятно, но для меня важнее всего то, что ваше присутствие здесь подтверждает эту историю. Это больше, чем просто фантазия. И мои исследования привели меня к дальнейшим заключениям. Врата – это некие слабые места в силах, отделяющих оба мира друг от друга. Они открываются через неравные промежутки времени, и их может быть несколько. Он нагнулся вперед. Его глаза триумфально блестели. Он глядел в лицо Тухокса. «И мне кажется, что я обнаружил место, где находятся более или менее постоянно действующие врата. Во всяком случае, эти врата находятся на определенном месте. Они открывались уже не раз и, скорее всего, откроются снова». Тухокс почувствовал, как с глубины его души поднимается возбуждение. «Вы знаете это место? Где оно?» «Я никогда не видел его сам», – сказал Джилберт. «Я собирался в путешествии, чтобы исследовать его, когда разразилась война. И поездку пришлось отложить. Меня привела к этому книга колдунов Хивики. Они содержат намеки на что-то, что может быть только самими вратами в другую реальность». Хивика подумал Тухокс. Так называлась цепь островов, составляющая одно целое с затонувшим североамериканским континентом. По своему положению, они должны быть высокой частью скалистых гор. Самый большой остров находился примерно там, где на Земле один был штат Колорадо. Эти гористые острова населяли полинезийцы. Хивика до сих пор остается нейтральной и независимой. Ее жители, так же как и майори на Земле один, своевременно научились изготавливать порох и огнестрельное оружие. Первыми представителями Старого Света, вступившими в контакт с Хивикой, были не европейцы, а выходцы из арабской страны Иквани, находившейся на юге Африки. Они вели торговлю с Хивикой уже сто лет, прежде чем бадуанский корабль случайно открыл эту группу островов. Европейцы обнаружили там развитый народ, умеющий выплавлять из руль железа, золота и другие металлы. Использовавший парусные корабли, вооруженные пушками, и их технология в корне отличалась от технологий европейцев. Хивика избежала многих эпидемий, хотя кое-какие из них завезли с собой арабы. Но в результате этого потомки жителей острова приобрели необычайный иммунитет к болезням европейцев. Вы должны знать, что Хивика все еще придерживается старой религии, продолжал Джилберт. Их священники, или шаманы, приписывают себе магические колдовские силы. В их обязанности, кроме всего прочего, входит также охрана некоторых мест, которые для всех остальных являются табу. Одно из таких мест – пещера в одной из гор, неподалеку от берега на одном из больших островов. О ней известно немного, но перкунские ученые кое-что смогли узнать. Священники-колдоны называют эту пещеру «дыра между мирами». Иногда из глубины пещеры, оттуда, где, собственно, и находится эта дыра, доносятся ужасные звуки. Кажется, что задняя стена пещеры растворяется, и священники могут на миг увидеть другой мир. Может быть, «мир» – не точный перевод слова, которое здесь используется. Оно может означать и «место богов». Священники не осмеливаются приблизиться к этим вратам, потому что они верят, что Ке-Агуа, бог неба и бурь, живет именно в этом мире. На Тухокса все это произвело огромное впечатление. «Это звучит слишком сказочно, чтобы быть правдой», – сказал он после короткого раздумья. «И я боюсь, что теперь не могу избавиться от мысли об этой истории. Но, может быть, эта пещера является природным феноменом?» «Врата – единственный феномен», – сказал Джилберт. «Все это стоит основательно изучить, как вы думаете». «Я бы охотно отправился туда», – сказал Тухокс. «Действительно, самое лучшее – это немедленно отправиться в Хивику, но это исключено. Когда война закончится, мы можем отправиться туда вместе. Если там действительно существуют настоящие врата, мы можем пройти сквозь них, и я, по крайней мере, так думаю, не стану колебаться ни мгновение. Я охотно взгляну на землю своих предков». Тухокс кивнул, но подумал, что Земля-1 будет для Джилберта интересным местом для одноразового посещения, но вряд ли он найдет ее подходящей, чтобы остаться там жить навсегда. Джилберт будет страдать от чувства оторванности и одиночества, которое заставляло страдать Тухокса и О'Брайена в этом мире. Даже теперь, когда Тухокс приспособился к новому окружению и даже находил в нем довольно много приятного, он еще ни разу по-настоящему не чувствовал себя дома. Он просто не принадлежал к этому миру. Кто-то постучал в дверь в их купе. Тухокс открыл, и молодой офицер отдал им честь. «Извините, что я помешал вам, но в этом поезде заболела дама, и она спрашивает вас». Тухокс последовал за офицером в другой вагон и обнаружил там Эльмику Хускарли, лежавшую на диване в купе, окруженную озабоченными и готовыми помочь людьми. Она была очень бледной. Сидевший рядом на диване врач прищурил глаза и сказал Тухоксу. «Если она чего-нибудь поест, ей станет лучше». Он покачал головой. Это обычная история в такое несчастливое время. Многие из высокородных потеряли свои земли и свои деньги. Все, кроме своего титула, и врач осекся, словно сказал что-то лишнее. Тухокс сердито взглянул на него. Безнадежное состояние Эльмики, казалось, чуть ли не радовало этого человека. Наверное, он был рядовым и разделял антипатии и зависть низших классов к привилегированным. Тухокс, в общем-то, понимал его чувства. Большинство населения страны страдало от нещадной эксплуатации высшими классами, от несправедливости классового правосудия и было фактически. И тем не менее, он возмутился поведением врача. Эльмики сейчас было тяжело. Семья ее была уничтожена или рассеяна по стране. Дом и состояние оказались в руках врагов. А попросив принести девушке тарелку супа, Тухокс выяснил, что у него не осталось ни пфенинга денег. Эльмика ела суп и слезы ее текли по щекам и капали в тарелку. Я лишилась всего. Уже два дня я ничего не ела. Теперь каждый знает, что я осталась без средств. Я нищая. Мое имя обесчищено. Обесчищено? Если это так, то это произошло с большей частью дворян в Адландии. К чему это фальшивая гордость? В этом виновата война, а не вы. Кроме того, настало время, когда вы можете показать, что благородство может быть не просто пустым звуком, а чем-то большим. Нужно поступать благородно, чтобы быть благородным. Она слабо лобнулась. Он заказал еще кусок ветчины и ломать хлеба. И Эльмика их быстро и жадно съела. Поев, она прошептала ему. Если бы только можно было спрятаться от этого навязчивого, нездорового внимания. В моем купе найдется место и для вас, сказал Тухокс. Он помог встать ей на ноги и повел через переполненный вагон к своему. Там он уложил ее на нижнюю полку и девушка мгновенно заснула. Проснулась она поздно вечером. Тухокс предложил ей поесть. Джилберт пошел в вагон-ресторан, чтобы раздобыть чего-нибудь съедобного. А Квазинт стоял перед дверью в КП в коридоре, так что они остались одни. Тухокс подождал, пока она переживала холодную и сухую еду. А потом спросил, не хочет ли она работать у него секретаршей. Она покраснела, и он уже ожидал, что Эльмико вспылит. Но когда услышал ее шепот, ему стало ясно, что девушка неправильно поняла его предложение. Он безрадостно усмехнулся. «Нет, я не спрашиваю вас, хотите ли вы быть моей любовницей. Кроме обычных обязанностей секретаршей, вам ничего не придется делать. Почему? Почему я не должна быть вашей любовницей?» Спросила она. «Я так много должна вам?» «Не так уж и много. И я никогда не потребую такого вознаграждения. Мне нужна женщина, которая меня любит, или, по крайней мере, желает». Девушка была все еще взволнована и неотрывно смотрела в глаза американца. «А если я не хочу вас, вправе ли я принимать от вас еду и заботу?» Он встал и нагнулся над ней. Она подняла к нему лицо и закрыла глаза. Руки ей обвелись вокруг его шеи. Она нашла своими губами его губы и прижалась к нему всем телом. Он оттолкнул ее. «Не принуждай себя! Ты же не хочешь целовать меня!» «Мне очень жаль». Она отвернулась и начала пакать. «Почему меня никто не хочет? Ты отталкиваешь меня, потому что это животное из инскопинтика обесчестило меня?» Тухокс взял ее за плечи и повернул к себе. «Я не понимаю тебя, Эльмика. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты тоже меня любила. Но я скорее повешусь, чем возьму себе женщину, которая считает меня своим последним убежищем. А на самом деле я ее не достоин и, кроме того, не скороден». Сказав это, он отпустил ее и выпрямился. «Мое предложение остается в силе. Ты можешь обдумать его, пока мы не прибыли в Толкинхэм. А сейчас я выйду из купе». Он закрыл за собой дверь и остаток ночи провел в коридоре, сначала стоя, потом устроившись на полу, пока наконец не заснул. Это был беспокойный сон. Когда поезд прибыл в Толкинхэм, Тухокс проснулся и зашел в купе. Джилберт был там один. «Куда ушла девушка?» – спросил Тухокс. «Не знаю. Мне показалось, что она хотела попрощаться с вами». Тухокс снова протиснулся сквозь робчущую толпу в коридоре, выбрался из вагона и обыскал вокзал. Ильмики нигде не было. Он хотел было послать Квазинда на ее поиски, но у вагона его остановил офицер и передал приказ, согласно которому Тухокс должен был прибыть генералу Гретерсону. Тухокс не знал, зачем он мог понадобиться генералу-пехотинцу. В одном из армейских грузовиков летчик прибыл в большой военный лагерь за пределами Толкинхэма и пошел к бараку генерала. Гретерсон проинформировал его, что Бладландских военно-воздушных сил больше не существует. Нехватка горючего обострилась, а массовый бензин нужны для бронемашин и других наземных транспортных средств. Тухокс прикомандировывается к полку бронемашин и должен служить там, пока хватит горючего, а потом, как и все остальные, будет сражаться в пехоте. Тухокс покинул барак с уверенностью, что война проиграна. Еще месяц-два и Бладландия будет принадлежать Пиркунии. После четырех недель отчаянных оборонительных боев, Тухокс услышал несколько новостей о развитии отрасли промышленности и положении дел в Пиркунии. Несмотря на внушительные победы и военный триумф на всех фронтах, в Камайе дела обстояли не так уж и хорошо. Оба сына короля погибли. Были установлены причины смерти, несчастные случаи. Но Бладландские агенты не верили, что это была случайность. Когда король узнал о смерти своих сыновей, у него случился удар и его парализовало. Его наследник, племянник, был убит на пути в Камайе. Бладландские агенты подозревали, что все это дело рук Раске. Расчет немца был ясен. Он хотел жениться на дочери короля и стать принцем. В надежде, что Большой Совет признает его жену королевой. Совет на сей раз выступил единым фронтом и был готов короновать ее или выбрать нового короля из рядов знатных семей. Но на полях сражений все оставалось по-прежнему. Эрик Пенита, новый правитель Бладландии, показал себя великолепным политиком и воином. Три раза в кровавых боях он развивал превосходящие силы противника, но каждый раз был вынужден отступить. Потому что его разношерстные соединения не могли удержать захваченную территорию. Вражеские военно-воздушные силы больше не опасались самолетов Тухокса. Они опустошали северную Бладландию бесконечными бомбардировками и налетами в губ территории. Вскоре запасы горючего в Бладландии были полностью исчерпаны. Армия стала передвигаться пешком, чтобы в гористой местности на севере оказать последнее сопротивление врагу. Вражеские самолеты и движущиеся вслед за ними соединения бронемашин собирали кровавую жатву с колонн отступающей Бладланской армии. Тухокс и Квазинд, теперь простые пехотинцы, продвигались вперед по местности, называемой Ульфсталь. Там Тухокс получил письмо от Эмфри Джилберта. Он прочитал его, потом показал Квазинду. Ильмика устроилась медсестрой в здешнем полевом лазарете. А до этого она работала на фабрике, производящей боеприпасы. У этой девушки есть мужество. Я же знаю, что полюбил ее не только за красивое лицо. Квазинд не отличался особой тактичностью. Да, эта девушка очень мужественна. Но любит ли она тебя? Этого я не знаю. Но все еще надеюсь. Может быть она работает, чтобы доказать мне, что он может быть независимый. Может она придет ко мне как равная, доказав, что пришла не просто для того, чтобы спасти свою жизнь. Женщина и мужчина – это не одно и то же, сказал Квазинд. Ты ее берешь, и она обязана научиться любить тебя. Что это за разговоры? Какая независимость? Женщины должны зависеть от мужчин. Вечером Тухокс отправился в лазарет, чтобы разыскать там Эльмику. Раненые были размещены по палатам. Ему понадобился целый час, чтобы найти ее в одной из больших палаток лазарета. Его появление испугало ее так, что она уронила на пол светок с бинтами. Потом она взяла себя в руки. Добрый вечер, милорд. Добрый вечер, проклятие Эльмика, не будь так официально. Мы оба вынесли и пережили слишком много, чтобы соблюдать всю эту бессмыслицу с титулами. Она улыбнулась. Ты, как всегда, прав. Ну а что ты здесь делаешь? Могу тебе ответить, что мне захотелось повидать свою больную подругу. Ты имеешь в виду меня? Он кивнул. Хочешь выйти за меня замуж? Она сглотнула и чуть было не уронила бинты во второй раз. Ты же не... Ты не должен шутить с этим. Он положил руки на ее плечи. А я не шучу. Ты же знаешь, что я тебя люблю. Я не мог раньше спросить об этом, потому что... Ну, тебе лучше, чем неизвестно почему. Но условия изменились. Варианство и классовые барьеры теперь мало что значат. И проиграем мы войну или нет, но по-старому здесь никогда уже не будет. Если ты забудешь о своем бывшем положении и посмотришь на меня, как женщина на мужчину, мы будем счастливы. Она ничего не сказала. Ты сможешь это сделать. Он ждал, пока тишина наконец не сделалась невыносимой. Скажи, да или нет? Да. Он обнял и поцеловал ее. И на этот раз страстной она уже не притворялась. Их объяснение прервал один из врачей и отправил Эльмику работать. Тухок сказал. Я постараюсь разыскать тебя в Левсвике. Оттуда уходят корабли в Ирландию. У меня есть планы относительно нас обоих, но теперь нет времени обсуждать их. До скорого. Но Роджер, прошептала она со слезами на глазах. А если ты не придешь в Левсвик? Тогда тебе придется пробиваться одной. Но это только в том случае, если я буду убит. Не говори так. Нельзя закрывать глаза на это. Он последний раз поцеловал ее, ничего не ответив на мрачный взгляд врача. При возвращении в отряд Тухокс остановил унтер-офицер, который сказал ему, что его требует к себе главнокомандующий. Тухокс задумался, чего может хотеть от него Пинета. Но без вопросов последовал за человеком, передавшим приказ. Прежде чем впустить, его заставили удостоверить свою личность, и два солдата из полевой жандармерии тщательно обыскали его. Эти меры безопасности были необходимы, потому что убийство высших офицеров было одним из распространенных приемов в ведении войны. Только два дня назад Пинета с большим трудом избежал покушения на свою жизнь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...